Хорошо, ладно, попили кофе, может лучше пойдет. Значит, я вот, ну, я тут и пойдет запись. То есть какие-то вещи я говорю, потому что мне самому было интересно это узнать. Я думаю, что интересно будет и присутствующим, поэтому, несмотря на то, что записи некоторые вещи могут быть скучны, я буду, наверное, продолжать в прежнем ключе, потому что считаю, что так более правильно. Так, вот глава, которая для меня кажется важной, называется она «Российская элита и ее текущие позиции на международной арене». В качестве первого абзаца я взял отрывок из Александра Сергеевича Панарина, уже покойного. Значит, что дает право элитам называться элитами? Во-первых, элита является голосом нации. Во-вторых, элита является аккумулятором национальных достижений. И, в-третьих, элита должна быть направляющей, формирующей силой, показывающей путь развития для остальных. И если мы посмотрим о современном российском обществе, то окажется, что вот таких людей, которых мы могли бы, которые бы объединяли все это, которые были бы голосом нации, объединяли достижения нации в себе и были бы примером для нации, их очень мало. Собственно, что и показывает, что истинной элиты у нас прежде всего очень мало. Но все равно есть люди, которые считают себя элитой, которые направляют общество как-то. И вот эта глава посвящена тому, чтобы показать, куда же она направляет. С учетом сказанного предыдущей, я буду по-прежнему на той позиции, что силу нации показывает уровень ее развития в критических пиковых технологиях, которые сейчас на подъеме, которые задают направление технологического развития. Потому что все, что потом перенято, это проведенная работа, это работа ученика. То есть страны, которые являются хорошими учениками, они перенимают технологии, но это все среднеразвитые страны, на самом деле, к которым, вот как здесь показано, Россия тоже относится. То есть они перенимают созданное в других странах, но они лишают себя счастья быть создателями. И это клеймо, оно на самом деле полностью определяет их менталитет. Вот этот вот, соответственно, элемент ученичества. Ну вот тут из меня фраза. Элиту характеризует не уровень ее потребления, а способность к производству и творчеству. И не то, что она может отнять, а то, что она может дать другим. Ну, значит, вот тут посчитан объем технологического влияния. В статистических таблицах найдено, они все в доступе есть, там ссылка есть. Объем высокотехнологического экспорта и суммы, которые платит страна за интеллектуальную собственность других стран, и которую она получает интеллектуальной собственности своей. Соответственно, доля, которую получает страна в интеллектуальной собственности, я посчитал как некий креативный такой коэффициент того, что же она создает относительно того, что она использует. И домножил на объем технологического экспорта. То есть, если, соответственно, страна в доле сумм полученных, у нее маленькая доля в суммах полученных за интеллектуальную собственность, то есть, все, что она создает, ну, не ее, да. Даже если высокий технологический экспорт, то она является просто строительной площадкой, вот как Китай или Вьетнам. То есть, на нем производится много чего технологического, но Китай из этого сейчас очень стремительно выходит из этой ситуации. Но при этом это не их, и они не оказывают никакого влияния на, ну, собственно, они не являются родоначальниками вот этого прогресса и влияния. Они являются учениками или исполнителями. И вот посчитанный по такому принципу коэффициент, он оказался, на мой взгляд, очень показательным, потому что он подтверждается потом и другими параметрами. На первое место у нас вышла США с объемом 120 миллиардов долларов в год технологического влияния на другие государства. На втором месте оказалась Германия с объемом примерно 100 миллиардов долларов в год технологического влияния. То есть, вот этого учительства. Дальше идет Япония, Франция, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея, Китай с объемом порядка 35 миллиардов долларов. Несмотря на их гигантский экспорт, примерно на 35 миллиардов долларов создано того, что создано их интеллектом и продано. После Китая идет Швеция, Италия, Сингапур маленький, Канада, Израиль, Испания, Финляндия, Мексика, Таиланд, Индия, Бразилия, Австралия, Польша и Россия между Польшей и Филиппинами. Уступая Америке примерно в 252 раза. Можно вопрос? Нет, попозже можно. Потом. Вы запоминаете, потом все вопросы. Значит, вот так вот оценено объем технологического влияния России на современный мир. Это кажется ошарашивающими цифрами. Дальше я обратился к количеству патентов, которые зарегистрированы по международной системе с 2006 по 2010 год. Такими кусками. Это очень хорошо, потому что патенты выдаются с задержкой. Вот этот накопленный результат, он показательный. Значит, Россия, она находится по общему количеству между Нидерландами и Швецией, уступая Соединенным Штатам по общему количеству примерно в 15 раз. Да, вот в 15 раз она уступает Соединенным Штатам и в 20 раз Японии по общему количеству патентов. Но, если мы возьмем патенты только по высокотехнологичным направлениям, то есть те, которые являются пиковыми в достижении вот этих вот современных технологий, то есть те, которые на расхват, те, которые используются в том же iPad, те, которые используются, не знаю, в каких-нибудь медицинских технологиях, там лечения рака нанороботами, то окажется, что Японии, например, в области оптики мы уступаем в 218 раз, в области визуальной техники в 217, в области полупородников в 190 раз Японии. США уступаем в области цифровых коммуникаций по тентам, да, количеству номинального в 190 раз, в области компьютерных технологий в 169, в области информационных технологий для бизнеса в 146 раз. Собственно, согласуется с цифрой вот этого высокотехнологического влияния, да, по крайней мере порядок тот же самый, показывает то, кто мы реально являемся, какой вес мы занимаем при, ну вот, в международных делах. То есть, когда приходят наши бизнесмены, эти смотрят, а, это та Россия, которая в 200 с лишним раз меньше дает миру идей, чем Соединенные Штаты, соответственно, и отношения, ты кто, элита? Покажи, что ваша элита сделала. Вы в 250 раз сделали меньше, чем сделали Америка. Какой с вами может быть разговор? У вас нефти много? Ну и что? В Саудовской Аравии тоже много. Вот такой вот, и получается такой разговор. Значит, еще тут есть одна таблица, там есть более как бы широкий подбор по передовым технологиям, нанотехнологиям, биотехнологиям и компьютерным технологиям. Я сделал пересчет на валовый внутренний продукт, чтобы посчитать. Понятно, что Америка там в 250 раз больше, но у нее и валовый внутренний продукт в 5 раз больше, чем у нас. Я сделал пересчет на единицу валового внутреннего продукта, чтобы показать, насколько продуктивна в идеальном плане экономика, единица экономики. Потому что там некоторые маленькие страны, они, естественно, по количеству патентов не дотягивают, но они зато очень насыщены и очень интенсивно работают внутри себя по продуцированию. То есть не ленятся. У нас, значит, вот были там программы нанотехнологии и сделал пересчет на единицу валового внутреннего продукта. Это вот буквально перед выходом, там я формулу могу привести, просто не думаю, что это как бы сейчас надо. Значит, у нас распределилось так, то есть на, ну условно, сколько патентов на миллиард долларов. Значит, на первое место вышел в этой таблице уже Израиль, несмотря на маленькую экономику, его экономика наиболее насыщена передовыми патентами. И ему мы уступаем в 30 раз. Ну там дальше Финляндия, Япония, Корея, Нидерланды, Швеция, Сингапур, Швейцария, США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австрия. И Россия занимает опять примерно то же самое место между Бразилией и Польшей, уступая Индии, Тайванию, ЮАР, Китаю, Италии и дальше по восходящей. Вот, то есть ниже России у нас оказывается Бразилия, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Египет, Аргентина, Таиланд. Это, собственно, эффективность деятельности, насыщенность, то есть то, что нас ожидает. То есть если экономика не насыщена продуцированием передовых патентов, то она является вторичной, то есть вторичной экономикой заимствования. То есть да, мы эффективно заимствуем, вот у нас хороший дом, тут свет есть, все, электричество, видеокамера купленная за рубежом, хорошая аудиотехника тоже купленная и непридуманная даже тут. Все заимствовано, то есть полностью заимствованная идеология жизни у других стран. Вот, собственно, об этом речь. И, как бы, на мой взгляд, то, куда направляет элита и то, что она добивается, это очень и показательно. Ну, там я, остальные, тут еще есть пара рейтингов. Я хотел бы обратить внимание, что меня тоже, как бы, потрясло. Есть такой тест для старших школьников, называется ПИЗа. Россия уже порядка 10 лет в него как вписалась. С одной стороны, известно, что наши школьники демонстрируют очень хорошие результаты по тестам математики и чтения. Особенно, там, до 6 класса. Они одно из первых мест в Европе. В Европе, по-моему, первые, одно из первых в мире. Но, есть тест ПИЗа, это известно как парадокс России, что, демонстрируя хорошие данные по тестам чтения математики, по ПИЗе на последнем месте. Я, соответственно, просто сделал все труды и изучил задачи по ИТИ, и потом еще несколько исследований, просто это парадокс России, исследовали как американцы, так, например, эстонцы, специально с погружением в семьи русских школьников, почему это происходит. И вот, что оказалось, то есть, на самом деле, то, что, ну, меня тоже переворачивает. То есть, мы демонстрируем великолепные результаты, школьники, на шаблонных задачах по сложению и чтению, шаблонных. То есть, сложить, умножить, да, стандартных. Как только задачи уходят в сторону принятия комплексного решения, в комплексного мировоззрения, естественно, научного мировоззрения, когда она становится, вот, есть такая-такая-такая ситуация, преобразуйте ее. У нас сразу штопор, такой не штопор, а шок, стопор, ступор, да, правильно, ступор. А ДХФИЗа – это как только компетенция? Да, ну, можно сказать, да. То есть, это вот надо взять и как превратить, иметь разрешение экрана? Нет, 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 нет. Там задачи, сейчас, я, может, на память мне сложно, я не их посмотрю. Это просто тест компетенции, я просто. Нет, 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 он другой, он для школьников, он, ну, я бы пример привел, да, допустим, сейчас. Допустим, вот задача стандартная, это такие, у нас есть плотность, значит, льда, объем кубика такой, посчитайте массу, это стандартная, делают, значит. А ПИЗа примерно такой, у нас есть стакан воды, у нас есть, значит, объем кубика льда, положили кубик в воду, сколько вытечет воды, стакан дома положили. Он требует добавить одну деятельность на понимание. И вот на понимание у нас полный провал. Когда, значит, исследовали эстонцы, это оказалось, что, тут тоже это не приведено, как бы просто вот почему, да, то есть оказалось, что в семьях малой литературы родители не ориентируют детей на понимание. Я по ним, вот, как бы, американцы тоже смотрели, как бы отметили, что культура в целом не ориентирована на решение комплексных задач, на ориентацию в этом мире и применение данных. На творчество. Ну, да, на творчество, да. И мы, как бы, здесь, будучи в России, как бы, гордимся автоматом Калашникова и тем, что самые, значит, верткие, можем придумать все там, из шилы сделать космический корабль. Но, по-моему, все-таки на Олимпиады, на международном школьнике. Я, да, я согласен с этим, но, во-первых, это единичное, это тест более массовый, он, как бы, смотрит среднее. Мы всегда, вот, у нас, там, Каспаров с Карповым в шахматы играли, это хорошо, вот, но если взять средний уровень, он абсолютно провальный. У нас более поляризованные, так сказать, отношения. Ну, как и все остальное. Ну, честно говоря, просто одним Каспаровым жив не будешь, да, работают те, кто вот по патентам, да, то есть придумывают новые технологии, придумывают новые производства. И качество, вот, то, что у нас космические корабли один за одним падал в последнее время, как раз и результат вот этого, да, то есть отсутствие комплексного решения и способности решать целостные задачи. Это тоже, вот, как бы, немножко отхождение от ситуации, то есть, вот, я всегда, когда смотрю Задорнова с его этим рассказом про Америки, над которым все ржут, то есть, мой личный опыт говорит, что вот то, что он рассказывает, надо с точностью наоборот, это к нам применимо это так и неприменимо к американцам. Они не такие, как рассказывает Задорнов, это мы такие. Вот, и вот эти тесты показывают, и, значит, вот это, может быть, второй там тест, может быть, он как бы шел как, значит, тест на компетентность, тоже, значит, среди взрослых уже и технические задачи. У меня уже не было времени в сами задачи влезать, какие они, но мы показали тоже, значит, одно из самых низких результатов в мире, это уже среди взрослых, по решению технических задач, по чтению по математике тоже, как бы, хорошо, а вот решение технических задач плохо, но технические задачи требуют комплексного представления о ситуации, и они же проявляются в создании... У меня технические задачи, но опять это проблема компетенции, я вот слышал, проблема компетенции, то, что надо меня купить билет на самолет через интернет, вот такие тесты. Это вторичное, это в целом же отражение, просто я не смотрел этого, потому что там задачи, тестов там же десятки, да, я вот то, что успел, как бы, принципиально, которое я посчитал, посмотреть, потому что тест на компетенцию, ведь он, как бы, требует составить некую многоходовку, и это и коренится в культуре. То есть, вот тоже, я не знаю, запись, не запись, вот, как бы, мое впечатление от африканцев, оно очень специфическое, то есть, они местами демонстрируют те вещи, которые у нас обладают только очень высокообразованные люди, то есть, можно вполне встретить человека, живущего в домике из навоза, который говорит легко на четверех языках, рисует, как у нас художники на Невском, и играет на музыкальных инструментах. Но при этом стоит с ним заговорить о том, почему он не сделает там колодец, оплетку, да, деревянную, чтобы не загрязнялось, когда у них проблемы с водой, или о том, как составить ему расписание дня, и у него сразу провал. То есть, он демонстрирует великолепные частные знания в гуманитарных каких-то областях, просто потрясающие. И при этом тут же оказывается некомпетентен просто в создании какого-то более комплексного своей жизни. Жизнь тоже объект, человек ее лепит из элементов. То есть, у него есть те рефлексы, которые красно-развитые, нет собственных способностей. Ну, как бы, я в таком случае стал говорить. Нет, собственной способности здесь аналитически. Можно сказать так, нет постановки задачи и способа ее решения. Да, и у нас в школе тоже не ставится задача и не предлагается найти решение. И в жизни у нас точно так же нет задачи. Да, и вот в этом вот мы оказались просто вот... Задачи-то поставили. Задачи-то поставили. Задачи поставили сдать ЕГЭ. Нет, это не задача. Эта задача поставлена другими людьми, а чтобы преуспеть, надо самому себе ставить задачу. Все, сейчас, можно, мы сейчас перейдем. Она поставлена перед школьником. Да, школьник должен... Она скорее перед учителем. Да, 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 поставлена самостоятельная задача, самостоятельная решенная дает только какое-то продвижение. Значит, что еще вот я тут свел? Это, ну, как бы, тоже очевидно, но пока не сведешь, что называется, не офигеешь. Это, значит, есть такой тест ТОП-500 по суперкомпьютерам. Собственно, я их свел по совокупной мощности суперкомпьютеров, то есть компьютеров, вошедших в ТОП-500. Значит, у нас вот тут недавно рекламировали компьютер Ломоносов, который там то восьмое место, то занял, то двенадцатое. Это два года назад было. Вот сейчас список ТОП-500 компьютеров совокупный. Россия, ну, я тут даже вот по графику, таблиц у меня нет перед собой, по графику боюсь сказать, во сколько США уступает. Ну, раз, наверное, в 50. Ну, в общем, занимает место между Австралией и Канадой, уступая Италии и Индии. Ну, Китай, Япония и Германия это само собой. Но, как бы, опять-таки Австралия и Канада, они валовый внутренний продукт имеют меньше, чем Россия. Поэтому я перевел мощность компьютера на единицу валового национального продукта, чтобы понять, насколько валовый национальный продукт насыщен вычислительными мощностями. Ну, вот, и в этом графике Россия, она медленно переместилась в конец списка, обходя Индию, уступая Корее, Польше, Испании, Канаде, Италии, Израиле, Саудовской Аравии, Финляндии, Австрии, Швеции, Швейцарии, Германии, Великобритании, Франции, Китаю, Японии и США. Значит, вот США, естественно, на первом месте, после него идет Япония и Китай. Китай обгоняет Россию, Индию, Бразилию и, как ни странно, Нидерланды, но я думаю, что просто Нидерланды не очень крупная страна, они на немецких компьютерах считают все, что им надо. Вот, как бы для меня это даже не тот факт, что у нас мало вычислительных мощностей, просто не насыщена сама идеология, не насыщена планами по вычислению. То есть, компьютеры используются для инженерных задач, для расчета ДНК, для ядерных задач. У нас даже не запланированы эти задачи, в проекте их не собираются делать. И вот замечательных два списка. То есть, я взял Forbes, список миллиардеров, и Forbes 2000, список крупнейших международных компаний. Тоже их свел по странам. Ну, у нас получилось, значит, бывает, Россия на втором списке вместе по месту миллиардеров, но упускают, что Гонконг это тоже Китай. Китайские миллиардеры в Гонконге. То есть, надо их сплюсовать. И Россия, чуть-чуть уступая Китаю, на третьем месте по совокупному состоянию миллиардеров в мире. Всех остальных оставляет далеко позади. А вот если мы возьмем список компаний этих миллиардеров, насколько они успешно бизнес организовали, то Россия оказывается по списку совокупных ведущих 2000 компаний, она оказывается опять между любимой Бразилией и там вот дальше идут Испания, Швеция, не самые крупные страны. Но самое интересное начинается, когда мы поделим стоимость компаний на счета миллиардеров. Что он покажет? Он покажет, насколько эффективно они используют эти миллиарды. То есть, смогли ли они, используя эти миллиарды, сделать эффективные мировые компании, которые значимы. Ну и тут мы находимся между Турцией и Нигерей. Мы, правда, обошли Италию, но, видимо, там вот эта вот их мафиозность классическая, она сказывается. А, в общем, ну, тут даже сложно показывать. То есть, самые эффективные миллиардеры в Финляндии, в Нидерландах и Швейцарии. А Россия, оказывается, ну, тут она четвертая из этого списка. То есть, за Россией идет Нигерия, Италия, Египет и Индия. Ну, в общем, достойные вполне соперники, на мой взгляд. И я хочу сказать, что вот совокупность этих таблиц, она показывает, что по уровню, ну, как бы развитости, по уровню ориентации на влияние технологических. То есть, наши ближайшие друзья это Аргентина, Бразилия, Турция. Вот эти вот три страны, они наиболее близки к нам по большинству параметров в плане и по образованию там же. То есть, по вот тому, насколько внутренняя атмосфера способствует достижению мирового лидерства. Ну, как в Аргентине. Так, какой из нее лидер? Вот, ну, Бразилия, как бы, она близка. Она, наверное, будет когда-нибудь в лидирующих позициях лет через 70. Но, как мне кажется, не очень хорошо, что мы с ней оказываемся. Вот. Ну, и, собственно, на мой взгляд, это то, что и характеризует элиту. То есть, то, где мы даже, как бы, вот бедный Китай, да, за 20 лет смог стать... Он далеко, по большинству параметров, он далеко-далеко впереди нас. Если сравнивать по тесту образования комплексного мышления, там, правда, брали из крупного города Шанхай. Если у нас порядка 2, там, процентов решают задачи 4-5 уровней, то в Китае эти задачи решают в последнем тесте 20% в Шанхае. Вот. То есть, в 10 раз насыщенность подрастающего поколения талантливыми, амбициозными, с комплексным мышлением ребятами. Да, и что они представят, огромный Китай, что он сможет представить буквально чуть-чуть из наследия. Он просто представит огромную когорту лидеров, которые будут нам указывать, как нам паланки переставлять, на которые, в общем-то... Вот. А это то, как бы, ну, наш подход к жизни, он характеризует, как государство. Вот. И характеризует нашу элиту, куда она нас ведет. Ну, соответственно, я считаю, что тут глава есть основные риски ловушки для России. Но еще раз хочу сказать, что ключевые ловушки, которые я вижу, это вот эти сети, которые растаскивают общество. Это отсутствие элиты в, соответственно, даже подхода к глобальной элите. А отсутствие подхода, оно потому, что у него, собственно, за душой ничего нет, кроме нефтиных приисков. Тут есть пассаж такой пространный про то, что, собственно... Ну, понятно, что нефтиные примески, они никогда не могут быть элементом гордости. Да, то есть, и собственность их, она всегда под вопросом, потому что нефть принадлежит земле. Человек, который этот прииск получил, ну, он очень временщик просто такой, нарост на этом прииске. Его снимут, посадят другого, ничего не изменится. А вот попробуйте уберите их главу технологической компании. Вот, как там, не знаю, из Майкрософта Билла Гейтса или Стилла Джобса из Экла. То есть, это люди, на которых все завязано. То есть, люди, которые с собой несут структуру бизнеса, полностью структуру идейную, идеологическую. Когда они уходят, ну, понятно, у них есть заместители, которые все это продлевают, но это очень небольшая группа людей, там, 15-20 человек сплоченного коллектива. И все даже не в станках, все не в производствах, все в этих людях, которые, если все рухнет, они это все воссоздадут через себя опять. А с нефтяным прииском, там, обратная ситуация, все в нефтяном прииске. Там можно убрать рабочих, можно убрать директора, можно всех менеджеров вырезать, посадить других, он будет работать. А с фирмой типа Apple все наоборот. И, соответственно, чтобы, как бы, вот, имея это перед собой, я подумал о том, какая бы структура могла позволить России донять достойное место. И эта структура ориентирована прежде всего на людей, то есть ориентированная не на территории, не на богатство ископаемых, а на людей. И в этой ситуации, неважно, где находятся люди, они принадлежат к лидирующей структуре и, собственно, из себя представляют нашу цивилизацию. Чем шире будет база этой цивилизации, тем лучше. Потому что, понятно, что всегда будут лидеры и элиты отрываться, оставляя, как бы, тех, кто не готов за ними следовать, оставляя там, где они хотят быть. Но, собственно, было бы грустно, если бы львиная доля общества осталась вот в той ситуации, в какой она находится сейчас, кто-то бы оторвался и ушел. Поэтому сеть широкая, которая бы вытягивала людей. То есть для этого я считаю, что сети должны быть ориентированы, какие-то осознанные. То есть ведь сети, они могут быть, и они есть, демонстрируют свою эффективность, сети, втягивающие людей в какие-то разработки научные. То есть тут вот не конкретизируется, они могут быть любые. Но если они будут завязаны, в конечном счете, на производство уникального продукта, который и дает лидирующую позицию, то она будет неким цементирующим фактором общества. И дальше там есть такой, я даже читать тут не буду, потому что это такой ключевой тезис. Он там, как бы я пытаюсь его обосновать. А суть такая, что из-за того, что у нас сейчас есть быстрые коммуникации, если раньше для создания, ну тут переходит к кластерам, да, к кластерам высокотехнологичного производства, если раньше для создания кластеров требовался ресурс всего государства, потому что, во-первых, государство устанавливало барьеры, во-вторых, собственно, из замедленных передвижений требовалось, ну это в рамках государства, чтобы все было, то теперь, если государство оказывается достаточно неповоротливым, все возможно в рамках региональных сообществ. И если региональные лидеры, причем опыт показывает, что даже достаточно отсталых регионов, благодаря распределенным сетям могут привлечь в эти сети необходимых специалистов и необходимые входящие элементы и создать через эту сеть высокотехнологичный передовой продукт. С помощью него региональные лидеры могут выйти на сопоставимый уровень с мировой элитой, представлять регион там, и, собственно, статус их поднимется, и тех людей, которыми связано. Я просмотрел тоже пяток таких исследований по региональным кластерам, и есть какие-то, ну, видно, что даже западные люди, они тоже же люди, они в таких еще старых концепциях, но одно исследование канадское я посмотрел, мне очень понравилось, то есть он как бы тоже говорит о том, что вот региональные кластеры из-за современных средств коммуникации надо, чтобы ядро кластера, то есть, собственно, его движущая сила, принадлежала к этому региону. Все недостающие звенья, то есть какие-то как технологические и промышленные, благодаря сетевой структуре можно взять издалека. Ну, я не знаю, как, например, кластер по сбору суперкомпьютера, ему не обязательно иметь микросхемы свои, он может их купить в дешевые микросхемы в Китае, но у него должна быть воля сделать суперкомпьютер в этом регионе, и после этого он уже сразу выходит на совсем другие позиции. Чтобы было в районе необходимо, чтобы нужда была в районе. Да, значит, там по поводу нужды, там сказана такая вещь, что если не делать исключительных вещей, каких-то продуктов уникальных, которые вызывают массовый спрос в рамках глобальной сети, то происходит постепенное опускание вниз. И ситуация будет развиваться таким образом, что те регионы, собственно, те люди, которые не участвуют в производстве уникальных продуктов и их глобальном распределении, они оказываются просто не нужны в этом мире. Они будут в ситуации потребления благ, созданных другими людьми, в полуживотном, полурастительном состоянии. То есть альтернатива для, собственно, для всех, кто хочет кем-то быть, либо делать такой продукт, то есть уникальный и распространяемый глобально, либо быть никем. Соответственно, те же главы регионов, те, кто хочет быть элитой, да, совсем несложно купить там, не знаю, виллу на Лазорном берегу за 100 миллионов, чтобы потом поехать там покупаться, но сделать продукт, достойный уважения во всем мире, это непросто. А так, ну, как бы, да, вот такое растительное состояние. Взял 100 миллионов, построил виллу, поехал, позагорал, вернулся. Взял еще 100 миллионов, опять поехал, позагорал. Ну, достойный ли это человек, который хочет быть кем-то, да, кроме собственных глаз? На мой взгляд, нет. То есть тут, ну, кто хочет быть вот таким вот никем, с виллой за 100 миллионов, пусть он продолжает им оставаться. Дальше, значит, тут есть... А как же явление в дауншифтингах, когда люди отказываются именно от того, чтобы кем-то быть? Это... Их мы тут не рассматриваем, по какой причине. То есть они не являются элитой, они не претендуют на это. Люди, у которых... Нет, а почему такое явление вообще возникает? Сейчас, это не об этом тема книжки. Давай мы это самое... Значит, что тут есть еще? Такой элемент, которого я бы, может быть, тоже вскользь коснулся. Ну, собственно, люди, которые хотели бы такие производства организовать, у них часто становится... Я тоже очень часто с этим сталкивался. То есть, что у них есть? У них есть непонимание того, за что взяться. То есть мы это можем здесь вот приводиться... Мне Володя с этим помог с примером, когда наш этот великий менеджер Анатолий Чубайс взялся за Роснано и построил завод, который ничего не может производить в Сибири. Почему? Потому что изначально была запланирована та вещь, которая... То производство, которое... Если бы он смотрел на вещи здраво, он бы понимал, что через пять лет уже началось. То есть он вместо того, чтобы спроектировать тот продукт, который к моменту выхода будет уникальным, он взялся за тот продукт, который к моменту выхода производился уже во многих странах. И его себестоимость была настолько низка, что само производство было лишено окупаемости. Я поэтому привел здесь некий экскурс в вот такой график. Есть известный фирма Гартнер. Она считается как бы лидером на самом деле. То есть не только она этим занимается, но она, на мой взгляд, наиболее комплексная. То есть они занимаются тем, что анализируют порядка 1900 различных технологий в их взаимосвязи и распределяют их на разные стадии развития. Оказывается, что те технологии, которые находятся на пике, о них наиболее известно, они наиболее популярны, о них всех говорят. Но минус в том, что, во-первых, интерес к антипотехнологиям скоро сократится, а второе, то, что они на пике, потому что уже этими технологиями много кто-то занялся. Если изначально нет возможности стать самыми эффективными в использовании этих технологий, то люди, которые за них взялись, они уже оказываются в ситуации догоняющего. И когда эти технологии выйдут на плато массового потребления, они окажутся перед лицом массовой конкуренции. Поэтому имеет смысл взяться за те технологии, которые еще только набирают сторонников, по картону ведутся только базовые исследования. Это самые рискованные, соответственно. Да. Часто есть непонимание у тех, кто планирует деньги, какими технологиями заняться. Гартнер занимается тем, что специально для таких людей составляет перечень технологий, указывая участок, на котором еще не поздно сконцентрироваться, создавать творческие коллективы, исследовательские, и готовить промышленные площадки для того, чтобы потом выйти на пик известности, пройти через неработающие первые образцы, пройти через то, что все будут ругать эти технологии, и потом еще через какое-то время выйти на то, чтобы, допустим, производить Apple, не знаю, в количестве 100 миллионов штук в год. Вот. Вот, собственно, на этом работа заканчивается. Я теперь буду рад, наверное, сначала вопросам, потом, наверное, Игорь прочитал только, да, каким-то рекомендациям к нему. Ну, в общем, давайте сначала с вопросами, потом уже с возражениями, потому что еще раз, это такое вот альфа-тестирование, и это еще не предпечатанный образец, поэтому можно будет что-то изменить, и, может быть, что-то я еще сам хочу изменить. Но, как бы, основная масса текста завершена. Все, я, да. У меня такой вопрос. То есть, не могли бы вы прокомментировать в таком духе? Не могли бы вы прокомментировать ситуацию современную, российскую? Если смотреть телевизор, нас пытаются убедить в том, что, ну, помимо экспорта нефти, газа и прочих природных ископаемых, мы сейчас вдруг, ни с того ни с сего, начали экспортировать традиционные ценности, да? То есть, какие-то там, какие-то, какую-то идеологию, этими словами, назад. Вот. Насколько, как бы, это вообще может быть убедительно, да? То есть, можно ли вообще экспортировать идеологию и этим жить, да? И быть в этом смысле какой-то элитой. Вот. И насколько это правда вот в данном конкретном случае? Да. Ну, вот на первый вопрос я отвечу, что я считаю да, хотя книга этому не посвящена, то есть, можно экспортировать идеологию быть элитой, то есть, вот пример Саудовской Аравии, он это демонстрирует. То есть, они экспортируют востребованную идеологию и являются элитой. Но для этого надо быть родоначальными. То есть, в чём сложность? На мой взгляд, нельзя это запланировать. Нельзя, то есть, вот если с технологиями промышленными их можно запланировать, то нельзя запланировать идеологию. Вот все сейчас, а сейчас я придумаю идеологию, которая... Ну, в каком-то смысле, вот мы тоже, как бы сейчас, там, православие, вроде как, конечно, не родоначальны. Да, вот вопрос... Нет, вот сейчас ещё раз просто разделю. То есть, да, можно. Да, можно, то есть, было бы очень даже это неплохо. То есть, его христианство, наглядный пример. То есть, вот, те, кто начал его экспортировать, сложно как бы локализацию назвать, но те проповедники, которые были в первом кругу, да, они стали элитой. Коммунисты, да, то есть, Ленин, Сталин, несомненно, элита экспорта этой идеологии. И, соответственно, Советский Союз и... Верхушка, да. До какой-то период, до тех пор, пока люди не стали разочаровываться. Несомненно, элита, например, верхушка, ну, там, вот указанная, лондонская бизнес-школа сейчас. То есть, они экспортируют идеологию предпринимательскую и мировоззренческую. Несомненно, там, Придсан, Ель, это элита. То есть, как профессора, так и выпускники. То есть, они экспортируют идеологию. То есть, просто есть разные потребители, да, там, допустим, для исламской идеологии, для вот этой, там, можно сказать, неволиберальной, ну, я не стал бы, да, какой-то вот, для такой прогрессивной. Несомненно, элита, допустим, индийский гуру, да, Оша. Элита, элита. Индия продает технологию, продает. Получается, это еще как, туда все едут, учатся йоги. Но сложность в том, что ее нельзя заранее спроектировать. И второе, я считаю, что в нашем этапе, то есть, мы настолько, ну, облажались социалистической идеологией, что от нас, даже если что-то в рамках нашей возникнет хорошее, то есть, пока не пройдет какой-то период релаксации, никто это не будет воспринимать. Что касается непосредственно вот тех ценностей, которые мы экспортируем, то я их не считаю, мне сложно о них как-то выразиться, я их могу воспринимать как серьезные. То есть, это попытка снять с себя ответственность за провал в технологическом развитии, раз, то есть, снять с себя ответственность за невозможность выработать курс какого-то прогрессивного развития, да, и попытка, то есть, в целом, это на самом деле ничем не отличается от того же, что, ну, вот, ваххабитское движение, да, то есть, что они пропагандируют, ну, как бы, возвращение в Средневековье. А, да, оно востребовано, но хотим ли мы быть востребованы вот в таком ключе? Конечно, нет. Многие хотят. Нет, ну, как бы, ну, это тогда надо, вот, надо посмотреть, вот, вот, или вот есть структура, да, ваххабитская, вот, что вот там происходит? Ну, на мой взгляд, то есть, это, хотим ли мы стать жертвами, да, просто потом для атакы беспилотников в какой-то момент? Я уж не знаю, только экстремизм я говорю или нет, но, в общем, у нас вообще сейчас с законами сложно, но дело в том, что, если говорить серьезно, то есть, она не будет никем востребована. Вот, кто это услышит, да, то есть, общество только что вышедшее из католицизма, целенаправленно вышедшее из католицизма и протестантизма, и желающее, вот, наслаждаться своим технологическим благополучием, и нужны наши эти ценности? Нет. Общество, которое сейчас ислам активно продвигает, да, и для которого просто, ну, мы вероотступники какие-то, тоже нет. Там, индусы, понятно, они счастливы сами в себе. То есть, эти ценности никем не будут услышаны, вот эти именно, да, которые консервативные и православные ценности, никем не будут услышаны. Второй минус, который я просто в этом вижу, это то, что, ну, вот, он просто вразрез идет тому эффективному направлению, которое я представляю себе. То есть, это путь все большего усугубляющегося технологического отставания, которое рано или поздно просто выльется в какую-то кровавую катастрофу. То есть, эта история демонстрирует раз за разом одно и то же. Люди, которые не развивают свой прогресс, они становятся элементами охоты для других людей. То есть, они просто выпадают и становятся элементами форменной охоты. Ну, это монета элита никакой у нас, которая могла бы экспортировать это. Те, кто озвучивает, это все по-другому. Нет, нет, это раз, это все, но просто вот что, как бы, ну, все, мне кажется, я ответил. А что имеется в виду под охотой? Под охотой я привел еще раз пример Африки XVI века, когда людям скучно на корабле от долгосрочного плавания, они вылезают на берег с тем, чтобы развеяться. Вот такой вопрос у меня. У меня сложилось впечатление такое, что на современном уровне технологий вот этих всех, да, тот, кто будет контролировать интеллект, тот, собственно, будет контролировать мир. Вот интеллект, как вы считаете, можно контролировать? Эти же самые технологии не развернутся против свободы? Нет, ну это какой-то вопрос еще глубже, можно ли контролировать? Нет, контролировать по-настоящему, нет, если говорить вот как бы еще глубже, да, ничего нельзя контролировать, все развивается само по себе. То есть даже наше желание что-то контролировать, оно, ну, как бы, самостоятельно, да, что ли? Оно вписано в процесс. Да, оно вписано в процесс, естественно. Положительно и отрицательно вписано в процесс как построение станков, так и разрушение. Да, 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 да. Поэтому контролировать интеллект, ну, тут процесс идет к тому, что интеллектуальная мощь нарастает, да, нарастает она в лидирующих странах. К чему это приведет, то есть, вон, как некоторые говорят, что там все переселятся в сеть или там к возникновению роботов, ну, самостоятельных, то есть, приведет, наверное. Будет ли это разрушительно? Вот я когда ехал сюда, я об этом думал, то есть, а было ли разрушительно, когда человек перестал, допустим, собирать бананы, взял палку и стал охотиться? Да, или когда он перестал охотиться и завел первую домашнюю корову? Каждый раз это была ломка. Он каждый раз выходил из предыдущего состояния, выходил в другое. То есть, этот путь неостановим абсолютно. То есть, куда он приведет, мы можем предполагать, но мы его никогда, ну, как бы не можем не спроектировать, не увидеть четко, потому что он каждый раз настолько отличается от того, что мы живем предыдущей жизнью, да, как бы, что это могут быть элементы спекуляции, да, каких-то вот размышлений, но я не могу сказать, да, вот так будет. То есть, тенденция идет к тому однозначное, что, и тут это подчеркивается, что люди все больше теряют свою биологическую сущность, все больше, как бы, овладевают своей природой, но сам процесс овладения, да, он, видимо, заложен изначально в эту природу. Вот, то есть, каждый раз мы, как бы, убиваем себе человека, да, то есть, охотника, собирателя убиваем, потом, там, пастуха убиваем, потом, вот, не знаю, там, феодальное общество, да, то есть, да, вот человек, который занимался дикой охотой, вот это же восторг у него был, он несся нас, там, среди этих животных, у него все было живое, он чувствовал каждой клеточкой, там, свою жизнь, не то, что мы сидим, то вот это на компьютере, но уже оказавшись здесь, мы назад не возвращаемся, он на нас смотрит, скорее всего, как на недолюдей каких-то, ну, если вот так привезти, вот, Игорь, который играет в компьютерную игрушку, привезти охотника из Африки, показать, вот так же, вот, крутые, он, скорее всего, убежит в свою Африку обратно и больше не будет возвращаться сюда, вот, но Игорь то же самое, когда она приедет, такой, ну, и что, говорит, я вот в учебнике читал, я знаю, чтобы с палкой вот за этой штукой бегать. Африкин, наверное, имел ввиду вопрос, связанный с контролем одних людей над другими. Ну, да, сохранение элиты, элиты как таковое. А что я спрашиваю, я так думаю, что это происходит и сейчас. Да, степень будет усиливаться. Степень контроля интеллекта уже сейчас существует, то, что мы говорили, ведение ЕГЭ, отупление школьников, там, там, наверное, сам президент сказал, что нам не нужны высшие образования, нам нужны рабочие, которые будут выходить на улицу и скрипти снег. Зачем нам высшие образования? Это же и говорит о том, что элита контролирует, пытается контролировать других. Президент, как он сказал, не упомя? Ну, он тренированно, но он сказал, что нам не нужны... Чей президент, вопрос? Не нужны юристы и экономисты, нам нужны рабочие, нам нужны те, кто будут работать в ПТУ, в ПТУ должны учиться и, так сказать, прийти к станкам, чтобы создавать продукты, которые придумают другие люди. Ну, нет. В этом проблема. Должны те контролируют, это существовало... Еще вопрос, к чему это приведет, неизвестно. Если так, тогда сети никаких революционных преобразований, по сути, не принесут. Да-да-да. Вообще ничего не изменится. Да. Нет, по сути, конечно, ничего не изменится. Сеть, это... Одна из функций сети, это, опять же, как инструмент контролирования других. Да нет, казалось бы, сеть по своему смыслу простоит и архитической системе. Архитическая система наверху элита, а внизу подчиненные. А сеть у тебя нет архитической организации, она горизонтально организована. Да, я вот... Поэтому нет элиты. Я по поводу контроля хотел сказать, что это, в общем, неизбежно. Да, мы всегда дышим чьим-то воздухом. И контроль, даже если он сопряжен с какими-то благими намерениями... Если так, кому-то должны... Да, то есть ты говоришь человеку, даешь ему хороший совет. Контролируешь ты его или нет? Ну, конечно, ты свою идею ему вкладываешь, она, может быть, окажется полезна. А может, нет, да, но все равно это вот, как бы... И мы всяко оказываем друг на друга влияние. И здесь же и говорится, что тот, кто первым придумает, тот и является элитой. И контролирует остальных. Поэтому только от человека зависит... От человека зависит, ты либо будешь слушать то, что тебе говорят другие, либо ты сам будешь создавать что-то. И тем самым будешь стремиться в элиту. Нет, я бы хотел сказать, что если смотреть на наше общество, есть определенного рода реакция современного русского культурного общества на то, что происходит в принципе на Западе, на то, что происходит вообще в мире. И эта реакция, на самом деле, она странная. Она воспринимает... Реакционная. Да, она воспринимает на самом деле глобализацию, эти процессы, связанные с внедрением технических каких-то изобретений и прочее, они воспринимают как наступление вот того долгожданного апокалипсиса. И что вот-вот должен уже явиться антихрист и прочее. То есть на самом деле реакция вот та самая древняя, да, из тех самых древних, из той самой древней парадигмы, что все новое не может быть хорошим. Ну так всегда. Вместо того, чтобы развиваться и двигаться вперед, мы сидим и осуждаем всех остальных, которые что-то делают. Я не хотел ничего тривиального сказать. Послушайте сначала, я вас вышел. Я ничего не хотел сказать тривиально. Это не состоит страх в этом перед этим новым. А просто на самом деле, если вы думаете, что вся цивилизация, везде золотой век всегда был в прошлом. Посмотрите, взять древнюю античность. Золотой век был в прошлом. Потом был серебряный век, потом медный век и так далее. И каждый раз человечество всегда обращается в прошлое, чтобы там было лучше. Было лучше. И вот на самом деле новая парадигма, где лучше будет в будущем, она до сих пор не может, человек, ее принять. Психологически, социально, культурно. Не важно, это и речь идет о нашем обществе. Наверное, какие-то другие общества, допустим, мусульманские и прочие. Они, наверное, тоже, возможно, это не принимают. Просто послушай, послушай. Есть изначальное некое препятствие принятия у всего будущего, которое даже не состоит только в страхе, а которое состоит в изначальной парадигме, что лучшее всегда было, всегда нам осталось в прошлом. И мы только катимся всегда к некому роду катастрофе, к эдаклизму, к пакалипсису, как бы это ни назвать. Я хотел добавить, что это однешне исключительно русская реакционность тут присутствует. Вы сказали, что я античная страна? Нет, нет, нет. Я имею в виду реакцию именно на последние изменения последних мыслящих людей. Если взять, допустим, французскую философию, она тоже, как бы, в конце XX века проникнута вот этими разговорами о том, что то, что наступает, условно говоря, новый мировой порядок, это некая форма зла. Даже у Бадриара там прямо работа, так называются, прозрачная зла. Во многих. Нет, ну, закат Европы можно вспомнить. То есть человек бы свойственно видеть все, что впереди, бояться? Да нет, нет. Еще раз, не надо тревять. Нет, нет, нет. Речь не об этом. Речь идет о том, что буквально те же самые механизмы, о которых мы говорим, допустим, сейчас, вскрываются, так или иначе, ну, не знаю, тем же Пуко, тем же Бадриаром, вот, вскрываются, ну, просто они вскрываются и означивают за знаком минус, да, то есть говорится, что посмотрите, что происходит. Да, это происходит, да, это неизбежно. Вот. Но то, что происходит, оно, как бы, оно катастрофично. Поэтому, так сказать, право расставить знаки и какую-то оценку дать, оно все равно остается всегда за человека. Пока он свободен. Ну, правильно, пока нет, действительно. Ну, уже не следует вопрос о оценке, да? Ну, что, давайте по вопросу можно? Да, конечно, я хотел бы, это, два вопроса, что первое. Ну, давай, а потом проветримся, да. Что вы хотите, ну, так сказать, подвести какой-то итог вашего сообщения, да, что вы вот в результате, к чему пришли. И второе, я пытался задать вопрос, когда вы характеризовали, ну, типа, коэффициента научно-технического, как там, научно-технической успешности страны сравнили с Российской Федерацией и США с такой, на сегодня, там, разница 250 раз, да, что у меня возникло сомнение в том плане, что все-таки мы же экспортируем высокотехнологическую военную продукцию. Если вот вы в ваших расчетах, таблицах, приведете, допустим, эту же таблицу, допустим, до перестройки Советский Союз, США, то тогда достоверность, вот для меня, допустим, как экономиста, будет более... Сейчас, первый вопрос еще раз. Итог. А, ну, итог, на самом деле, я больше, вот честно, мой интерес был получить какую-то обратную связь больше, да, то есть, потому что я уже, говорю, один месяц, я просто стал немножко теряться и понимать, стал теряться в том, местно ли это, и у меня возникли периодически, но я вот сейчас от двух людей уже услышал, которому я давал почитать, что это все нужно, вообще в необходимости, в осмысленности написания, то потому что я у нескольких людей встречал очень близкие изложения и понимаю, что, ну, как бы не услышано, да, зачем еще раз делать то, что не нужно. Значит, это итог. А вопрос по поводу экспорта, еще раз, влияние, то есть, вот танк, да, придумали его англичане, там нормальные, да, если там отсечем всякие какие-то неуклюжие эксперименты. Нет, так с итогом мы закончили, да? С итогом, да. Теперь, значит, по поводу, значит, влияния, да. Вот танк, англичане его придумали, и, собственно, благодаря танку во многом, ну, второй, это автомат, который американцы придумали, автомат разумал русский, нет, 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 сейчас, сейчас, можно я это договорю? Да, значит, они выиграли Первую мировую. И вот это был, как бы, ну, это про оружие, да, если, вот это был вклад, вот это был вклад. А после этого все, кто, это на века останется, то есть, американцы придумали, вот это, скорострельную винтовку, а англичане придумали танк. А дальше это все повторители, как китайцы сейчас, то есть, это копируют, и копипаст такой. И то есть, то, что мы продаем, мы можем, сколько, вот, китайцы сейчас нашу технику копируют, что они делают вклад какой-то, вот там коэффициент есть, соответственно, интеллектуального влияния, деленного на, как бы, общие идеи, и помноженное на объем. То есть, они могут все завалить, как бы, и все равно все будут это понимать. Китайцы сделали копию русского танка. Вот то, что мы сейчас делаем, все точно так же понимают, русские штампуют танк, который сделали в 90-м, там, или в 80-м году. Это не является элементом влияния денег, мы ничего не формируем, мы можем презерватива так же продавать, ничего не даст. Вот, хотя по объему в экономике это будет прикольно. Ну, вот, как бы, вот ответ. Но это не сделает нас элитой, что если мы весь мир завалим прозервативы своего производства. Хорошо, а в космических технологиях мы ничего уже не производим? Ну, я, я не, как бы, не специалист, да, я могу только свое мнение сказать, что, опять, повторение того, что было, то есть, вот мы взлетели, да, там, станция, все было просто, как бы, да, вот это был прорыв. То, что летают, вот, и, как бы, ну, тоже я это уже сам встречал, просто, и, как скажу, что это мое мнение, и оно другими тоже высказано, что вот этот вот сейчас полет, как бы, повторение, ну, это вот, как сейчас, вот летаем на самолете, летают давно? Недавно. Ну, вот, чувствовал, что это вот мега какой-то прорыв. Ну, вообще было приятно. Было приятно, ладно, хорошо. Но это, как бы, это повторение, вот то, что американцы сделали, на Марс высадили самоходную тележку, ну, вот это вот прорыв, а мы ее не можем забросить туда уже какой-то, там, в пятый раз, я не знаю, вот. То, что мы на Луну первой слетали, у нас был автономный робот, вот это был прорыв, а то, что сейчас китайцы отбросили, забросили, для них это частичный прорыв, но вообще это повторение. Ну, вот, и то, что мы сейчас делаем, то есть, раз за разом, это просто повторение, то есть, мы не оказываем влияния, мы просто сами себе показываем, что мы еще не совсем стухли. Так, люди, это все же так посмотреть. Ну, как бы мы каждый раз... Американцы же не зря отказались от программы ШАДЛ, потому что это все, это смерть. Нет, конечно же. Они разработали сейчас принципиально, они не стали тратить деньги на ШАДЛ и дальше его гонять туда-сюда. Ну да. Они сказали, вот есть Россия, они не используют свои ракеты, мы будем использовать Россию, пусть они кигачат туда-сюда черноки. А мы будем разрабатывать принципиально новую вещь. Они разработали Орион, который в 17-м году собирается запустить. И дальше осваивать уже дальний космос. То есть, они не шагнули вперед. Ясно. Просто надо же всегда осознавать, и факт, что является повторением. Когда наши марсаппорта запустили, было у нас такое проект? Ну, у нас несколько было, и еще не долетело. Какие-то были там устройства. Я вот сейчас просто... В 17-м году ходил спокойно себе, несколько недель. Помашу был один там, да. Да, и до этого было. Поэтому, кто кого повторил, я не знаю. Это как раз показывает, как средства массовой информации могут управлять авионы... Ну, мы сами себя повторить не смогли с того не разу. Американцы уже ПСХ. Ну, мне кажется, на самом деле, что это не важно. Потом это показывает, как глобальные элиты управляют общественным сознанием. И понимается, что... Американцы сделали что-то принципиально новое. В отчасти сделали. Подожди, я вот с перерыва залезу, но на моей памяти до Марса у нас ничего не долетело. Но это не суть. До Луны долетело, там до Венеры, я знаю. Вот, то есть у нас прорыв был, когда он автоматически по Луне ходил. Но вот то, что как бы сейчас до Марса... То есть вопрос, еще раз, во влиянии, то есть его не будет уже в этом, даже если мы это сделаем. То есть уже все, они уже раз за разом, они там картируют, да, то есть они управляют. Они сталкиваются с ошибками, которые им надо решать. Он там тот сломался, там решат. А мы лишены всего этого. Да, это стало известно, что американский марсоход приходил работать, вместо этого заработал российский. И сообщил спасибо за доставление запчасти. Ну, это все в области анекдота. Это вот, это еще раз просто говорит, как мы все это в анекдот переводим, а реальная ситуация не такая. Можно, как бы я это просто замечание делал? На самом деле важно ведь не то, кто первый это сделал, да? А важно то, что на самом деле, запустив марсоход, американцы решили задачу. И эта задача, она как бы соответствована. Чтобы ее решить, нужно было подготовить какие-то ресурсы, подготовить кадры. То есть само решение этой задачи просто показывает о том, на каком уровне они находятся. Не важно, что они... Это создают уровень. Марсоход запустил не как единичную акцию, а как некий элемент целой программы. Можно же запустить Гагарина и забыть об этом. А можно сделать целой программы. А можно запустить программу. А можно запустить? Не просто так, а потому что... А у них есть план развития. Но есть какая-то новая мысль в том, что ты говоришь. Ты дополняешь то, что я хотел сказать. Я-то хотел другое сказать. Смысл-то как это состоит. Вот вы говорите о влиянии. Влияет не тот, кто первый танк сделал, да? А влияет тот, кто на самом деле этот танк довел до такого состояния, что он может выиграть войны. То есть на самом деле нам важно, когда мы смотрим на какие-то достижения, мы просто по этим достижениям судим о том, кому эти достижения принадлежат. Мы видим, на самом деле, некую техническую новинку, мы понимаем, на самом деле, на каком уровне находится Америка. Когда мы держим, допустим, А.П. или какие-то другие новинки. Сама эта новинка, она ни о чем нам не говорит. Суть-то, что-то, что-то там симптом, вот он симптом, в руках ты держишь завершенное нечто, доведенное до совершенства. Она воплощает за ней стоит огромная цепочка технологическая это ресурсная там человеческое прочее мы понимаем на сами чтобы это сделать что надо было преодолеть какое развитие надо было пройти вот чем идея если нашей разрушенной стране мы даже не путем не момент усилий каких-то отдельных кулибин и мы еще что-то такое сделаем это ничего говорить не будет может быть мы на той базе который сейчас существует у нас космической умудрился наконец-то там десятый раз запустить на марсе посадить какой-нибудь путь это что-то скажет если у нас эта цепочка если у нас эти люди которые это могут сделать в общем проблем это состоит было 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 но я вот что хотел сказать то есть все это верно но тут еще важная была вещь то есть айпад как раз через как бы задача была осуществить обратную связь то есть но прикрытие государства или цивилизации через представительство в элите и представительство в элите может быть только через производство массового уникального продукта вот контроль создание как бы это тоже с одной стороны симптом а с другой стороны элемент управления то есть то что американцы на марсе это элемент управления потому что только они могут дать эти фотографии только они могут сказать вот они сейчас захотят не давать и не скажут там никакие там минералы никакие там фотографии найдут инопланетян найдут у них ящик с технологиями и не скажут это будет элемент контроля то есть а вот эти пиковые технологии как элемент достижения своих целей по управлению вот что важно то есть те же айпады массовое производство ну как бы да там корейцы они ухитрились до сделать очень не хуже так скажем но в целом собственно вот эти две компании они две группы элиты они собственно и контролируют через айпада samsung самсунг но корейцы сделали вещь а не идея ну как бы неважно все равно никто повторить в целом не может там по совокупности характеристик и вот эти две группы полностью контролируют рынок они имеют всю прибыль и они имеют влияние на кучу и других вспомогательных вопросов ну что сделаем перерыв небольшой или порогу про контроль идей наверное еще тема звучит того что сейчас просто исчерпан некоторый лимит развития и технического прогресса и не исключено есть такая точка зрения что что как вот последние там 20-30 там лет что не изобретается что-то такое принципиально новое нет я вот с этим я абсолютно не согласен то есть мы можем сейчас сейчас нет я с этим абсолютно согласен то есть мы возможно уперлись в некую стену фундаментальных исследований но в плане технологических и честно говоря я вот когда тоже иногда думаю мы просто привыкли думать старыми категориями что мы открываем новое если открываем новую элементарную частицу а на самом деле фокус переместился в осознание например ну вот тех же систем систем сетей и как бы их автономности и механики она абсолютно пустое место пока так вот в плане предсказательности а вот если мы взглянем вот на вот этот вот пик ну как бы там есть да можно будет было посмотреть потом на растущие технологии они все связаны с пониманием механики сложных систем то есть генетики функционирования человеческого организма функционирования человеческого мозга использование этих возможностей то есть все открытия которые планируют как бы предполагаются да их нельзя планировать они предполагаются они находятся в этой области и она абсолютно не исследованы не в плане теоретического понимания не в плане создания как бы но технологического использования вот это по поводу того что как бы все закончится нет не закончится он просто чуть-чуть сместилась в другую сторону. Я имел ввиду, что как научно-технический прогресс в плане техники, вы сказали, что сейчас просто идет смещение больше в плане биотехнологии. Вот смотрите, если, допустим, вам через пять лет смогут сделать новое тело, как у спортсмена Брыгунаш-шестом, это будет открытием или нет? В вашем плане развитие техники или нет? Нет, понятно. Есть тема для обсуждения. Это то, что даже еще настолько изменился фокус и парадигма. В старом плане, как раз очень характерный пример, вы ищете то, чего уже нет. Я не ищу, я высказал. Нет, вы взглянули в ту сторону, которая не является уже фокусом внимания. Здесь существенно еще, что техника размазывается. Если раньше мы знали фамилию и изобретение, сейчас мы не знаем ни фамилий, ни этих локальных изобретений, они составляют целый комплекс. Поэтому говорить о чем-то. Если мы разберем весь айфон на детальки, отнесем на 10 лет назад, то каждая деталька будет уникальным изобретением. А в целом, мы говорим о эпохе какой-то, а не о конкретных шажках. Это очень важный момент. Я его не сделал акцент или упустил. Потому что я, когда смотрел вот эти методологии по созданию промышленных кластеров, они специально указывали на то, что если в старом подходе изобретение должно быть гениальным ученым, и ему давался фонд, то мы сейчас отходим от другого. Мы делаем сетевую структуру, именно сеть. И вот опять сеть работает как некий супермозг или продуцент открытий. Субъектом открытия становится некий конгломерат, и не только субъектов людей, но и технологии, институты становятся. Да, и они получаются некий супермозг. То есть, когда они связаны, работают вместе, и продукт, он как бы возникает. И программа, безвольная и бессловесная, она тоже является участником. Она объединяет, она подбирает. То есть, здесь с двух сторон. С одной стороны, изобретатель становится некий комплекс, институт, и само изобретение уже не локально. То есть, нельзя отделить конкретно, мы изобрели самолет, паровоз, а мы изобрели нечто, в котором огромное количество мелких-мелких изобретений. Кому принадлежит? Кто пришивал куговицу? Это вот очень тоже хорошо, ну, например, при анализе ДНК, то есть, вот эта распределенная сеть, когда, значит, задача распараллеливается, выдается на огромное количество компьютеров, распределенных, маленький фрагмент для анализа, потом это где-то все соединяется. Да, как бы инициатор проекта, он вроде бы и изобретатель, но при этом он все, он изобрел и уехал. Он менеджер. Он менеджер. Да, да, да. Но человек, который имел видение того, что это возможно. Ну, вы же сейчас говорите о том, что получается, что научные изобретения, они, как бы, не имеют национальности, государственной коммерции. Это вот такая специфика, да. То есть, тут тоже вопрос достаточно философский. То есть, есть, естественно, изобретения людей какие-то, да, вдруг перещелкнуло, но в целом технологические изобретения, и вот в чем и сила сетей побольше, вот именно технологические продукты, они сейчас от единого создателя, вот как дизель, который сделал, да, двигатель, то есть, они переходят к тому, что малые элементы делают отдельные квалифицированные специалисты, и потом некий комплекс, он даже, ну, вот как, да, вот и, допустим, какой-нибудь корабль спроектировать, да, то есть, человек один задал концепт, уже машина вес, профиль известный просчитала количество переборок, раздала каким-то составляющим инженерам для доработки, потом все это соединила. То есть, это человеком-машинный комплекс, ну, работающий как единое целое. То есть, тут, да, вроде авторы... Похоже на разработку программного обеспечения? Ну, в целом, да. Работает весь мир фактически, кому принадлежит она, кто делает? Да, то есть, конечно, становятся знаменитыми люди, которым периодически приходит некая ноу-хау. А можно вот здесь вот принципиально сменить. Вот они, да, они изобретатели, но все равно потом доработка будет вот такого. Я просто имею в виду, что, вообще говоря, наука приведет, возможно, к тому, что не будет никакого такого разграничения, которое указывало бы на какие-то принадлежности к государственным границам. Да, так вот об этом и речь. Об этом и речь, конечно. То есть, сама наука противостоит разделению на национальные государства? Да, да, да. И когда ты там приводишь таблицы, да, и там, что США там опережает, это, на самом деле, уже анафронизм. Просто в США сосредоточены эти кадры. Влад, здесь, как бы, вот, что я вижу, проблему основную этого текста и этого сообщения. Вот поставить грань, с одной стороны, да, глобализация, сетевое управление, сетевая элита, общая мировая, а с другой стороны, локальные страны и конкретно наша страна. На что она там, с одной стороны, нам плевать. То есть, если человек сидит где-то у себя дома, что-то делает и включён в мировую элиту, и где-то что-то изобретает, работает на Microsoft или у кого-то, да. Но, с другой стороны, всё-таки есть ещё эта территория, есть мои родственники, которые рядом сидят. Вот, и они как-то тоже должны... Да, вот, собственно, из-за этого... Да, вот эта цель, то есть, как... Совместить, если нет. Совместить. Вот я и пытался совместить. Да, вот это... И дать кому-то понять, что... Можем ли мы что-то сделать? Или не можем мы в России? Должны ли мы просто плестись? И, да. И второй элемент, на самом деле... Вот представь... Да, вот такой человек, да, полностью сетевой, как бы можно себе всё позволить где-нибудь, не знаю, в Зимбабве. И, как бы, он для них абсолютно чуждый элемент. То есть, ну, группа даже, да, вот. Нет, сейчас Фамиру Пучин, наши... Нет, 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 я не про это, я не про это. Да, я про конфликт, я про то, что общество раскалывается. То есть, да, можно выйти прямо сейчас, да, очень быстро выйти. Но это произведёт чему? То есть, общество вот так перемешано, вдруг какая-то группа... Диффузия, да, наоборот, диффузия, наоборот. Они выбывают, выбывают. Нет, они, даже они здесь, да. Да, выезжайте. Если формулировать правильную проблему, то все мы там будем. Но вопрос только в том, конфликтно или неконфликтно. Да, я хотел, чтобы это было бесконфликтно. То есть, если Штаты неконфликтно существуют уже на данном уровне, они обеспечили некую интеграцию всех своих обществ в эту сетевую культуру, то у нас мы, наоборот, ещё ниже. Да. А поскольку всё равно там будем, ну, Бутин через конфликт. Да. Бутин через... Да, вот это вот как раз... Ты озвучил, это вот был, собственно, и, как сказать, мотив написания, и идея, которая постоянно двигала. То есть, или можно избежать этот конфликт, или нельзя. Вот я постарался описать структуру, которая позволит избежать. То есть, будут у нас ломать станки или не будут? Вот я хотел, чтобы не ломали. А для этого нужно не так много денег, не так много при наших... Но много желания. Много желания нужно, только желания. С несколько центров, которые... Так вот, там и показано, что не надо денег. Достаточности с него, это можно даже, имея вот эту сеть, мы можем недостающие звенья заимствовать. Как бы люди-то готовы, даже и зарубежные товарищи готовы. На самом деле, что интересно, на Западе это тоже понимают. И тут я недавно слышал о докладе Бзижинского, по-моему, до 2003 года. Он как раз и говорит, что либо Россия войдет в эту структуру, общую мировую, как бы, ну, как бы, по доброй воле, да. Ну, прежде всего, и речь идет, конечно, об элитах. Либо придется это насильственно туда втягивать. То есть, вот, на самом деле, действительно, существует эта проблема, да, проблема сейчас глобализации, которая состоит в том, что, ну, не могут оказаться такая огромная страна, как наша, в стороне, да, от всей цивилизации. Неизбежно мы втягиваемся в этот процесс. И либо мы втянемся туда, действительно, сами, либо нас туда втянут. Ну, и третье, да. Или мы будем руководить, как бы, определять. Ну, вот, как бы, да. И элемент такой, что даже если сопротивляться этому, а это можно, да, достаточно успешно какое-то время сопротивляться, то результатом будет какое-то отставание, когда для них не будет вообще проблемы нас втянуть. То есть, сейчас же это проблема, но я просто вижу, что все быстро развивается там. Ну, я могу просто, вот, как бы, тоже фантастическая вещь. Значит, вот представьте, хорошо, мы там со своими ядерными ракетами сидим, загородились, значит, долго-долго препятствуем. Хотя, понятно, информация проходит, но вот условно, да, такая Северная Корея. Проходит 70 лет, значит, там в Штатах начинают делать биороботов, ничем не отличимых там от товарища Ким Ир Сена. Вот у нас Северная Корея, Ким Ир Сен. И сбрасывают с самолета миллион Ким Ир Сенов. Ни один не осмелится в него стрелять. Приходят к Ким Ир Сену, там нажимают все кнопки, какие им надо. Все. Без единого ядерного выстрела. Надо понять, что добро это или нет, вот в чем у нас. Это не категория. Это не категория, да. Вопрос такой можно подать? Даже общество сейчас воспринимает это как зло. Я еще раз, зло это кровопролитие. Зло это вот, там не знаю, в Киеве вот сейчас бомбят там друг дружку они. Вот это вот зло, вот не хочется, что... Утилитарно, утилитарно понимаете. Вот можно, на мой взгляд, можно мирно это сделать, да, если осознавать неизбежность и избежать денег. Знаете, в чем дело? С какой-то позиции, с какой-то позиции уход от открытия элементарных частиц к созданию айпада это и есть зло. Потому что критерием, вот, что у вас, да, в докладе, что я помню Александр, когда, по-моему, про гениальность рассказывал, да, все время выступает, ну вот, влияние на жизнь человека, да, то есть некое открытие, оно тогда, или некое ноу-хау, технологическое, производственное, тогда оно важно, когда оно сильно повлияло на жизнь человека. Да, наверное, как бы открытие каких-то элементарных частиц ничем не более значительная вещь в этом смысле, чем создание айпада. Действительно, возможно, она перевернула жизнь многих людей. Но с какой-то точки зрения, скажем так, ну, какой-то вот отстраненный, надо подумать, как это сформулировать, да, но она достаточно понятна, где-то у нас в подсознании сидит, может быть, с советских времен, да. Мы все-таки понимаем, всякий раз, нам при этом для этого и приходится все время оговариваться, да, что вот, посмотрите, айпад, он также важен, как и все остальное. Мы понимаем, что все-таки это вещи, так сказать, и события, ну, разного ранга как-то. Вот как это можно прокомментировать, да? То есть это всего лишь атавизм какой-то, какой-то вот предшествующей эпохи, вот структура мышления, или все-таки здесь происходит реальная, ну, как бы, реальность или подмена, да? Сейчас, сейчас, сейчас я скажу. То есть я, естественно, как человек, который физфакт закончил, ценность элементарных частиц для меня высока, но, во-первых, все-таки эта книжка с социологической направленностью, да, она, еще раз вот так говорю, когда я писал, да, я в голове держал, ну, как бы, избежание конфликта адаптации, вот то, что, да, вот это насильственное какого-то оттягивание, то есть тут есть куча конфликт адаптации, просто отставание, когда начинают, как бы, вообще не считаться ни с чем, расслоение, распад общества. И второе, вот говоря про айпад и элементарные частицы, я, честно говоря, пока читал, где-то моя точка чуть-чуть сместилась, я сейчас скажу, в каком ключе. Я думаю, что вот эти вот сети, они привнесли на самом деле, ну, тоже это философская тема, да, они привносят очень важный элемент в такую тему, как, например, сознание, да, и я думаю, если бы мы говорили, и там имелось бы возможности с Эйнштейном, там, с Ньютоном, то он бы сказал, что природа собственного сознания и собственного ума, она более важна, чем природа тяготения, она более сложна, чем природа тяготения, и тут как бы не надо даже взвешивать, да, то есть просто это новый класс задач, на которые еще до этого не обращали внимания. Сейчас с развитием вот всех этих вещей мы можем на это взглянуть и к этому подойти, то есть это почти как задача Гильберта, да, можно ли понять себя, находясь в рамках своей системы, но, по крайней мере, можно что-то попытаться сделать. И я вообще в целом просто не, как бы не хочу разделять, да, элементарные частицы и Айпад, да, то есть Айпад из области понятия сознания, просто возник новый класс задач, это вот примерно, я не знаю, как... То есть Айпад не игрушка? Айпад это... Это не игрушка, это не просто как бы продукт потребления, это средство интеллектуального производства или что-то такое. Да, это всего лишь... Это социальное явление. Да, это явление, оно и социальное, и нет, оно очень философское явление. Это вот примерно, как мы бы, допустим, во времена Архимеда подняли вопрос, а что важнее, закон Архимеда, да, там, корабли, его метательные орудия или рентгеновские лучи? Что? Рентгеновские лучи, это что, вот, которые сквозь все проходят и уходят? Да, то есть, хотя, на самом деле, это целый класс новой задачи, идеи, решений. Но, все-таки, Айпад, это, опять же, и не эллингин, это всего лишь устройство. Да, это всего лишь устройство, конечно, но оно просто порождает, оно просто элемент, еще раз, вот этого рождения новых задач. То есть, хорошо, вот он сейчас пока Айпад, да, это всего лишь скрин, на котором я... Ладно, но вот, если там посмотреть на график, то есть, следующие поколения технические решения, они следующие. Значит, есть, ну, Айпад, я грубо, да, его как классно зову, Айпад, с набором, у меня есть набор датчиков на теле, там, видеокамеры. Все туда записывается, он анализирует все мои ритмы какие-то, там, биение сердца, давление, кровь, места, которые я смотрю, что мне понравилось. Взглянул на женщину, у меня изменился, значит, сердечно, он мне говорит, тебе нравится такой экипаж. Они вот, там уже проблемы поднимают, да. То есть, я иду... Заметьте, ну, ключевым здесь является, а где-то не этот Айпад, а вот все эти датчики и взаимодействие с вашей... А тут вот нет, это вопрос о курице и яйце. То есть, в том-то и дело, что, а продается-то она как конкретная железка, мне кажется, все время здесь производится... А продается как элемент стиля жизни, как то, что может изменить жизнь. Ну, вот есть у тебя Айпад? Нет, подождите, в войне. Вот ты его приобреди, и тогда будет разговор о чем. Нет, это не то. Скажите, вот вопрос, знаете, вот вы сказали, Айпад это социальное явление, да? Я сказал, да. Вот вы сказали, да? Объясните, в чем, значит, эта социальность вот этого прибора? Вот у вас лежит этот Айпад или похожий на этот Айпад? Я могу сказать так, ответить, что, скажем, был момент в истории развития человечества, развития техники, когда появился транспорт. Да. Появился транспорт. Скажут, что? Ну машинка, ну у меня была телега, у меня стала самокодная машинка, ну пароходик, ну что? А это было грандиозное изменение, вообще социально не техническое, а вообще перестройка мира полностью. Да, до этого только ГУК в Австралии был. Да, вот. И в данном случае вот новый этап технологий, который попал нам в руки, это та же самая революция. Да не так это. Та же? Открытие там двигателя, транспорта как такового, ничего не меняет. Причем там... Где социальные? Я ответил. Вы в общественности идете. Я именно ответил. Вот если бы люди, не знаю, занимались антигравитацией или что-нибудь таким, это было бы существенно. Нет, это все рука об руку. Это не рука об руку. Видите, в айпаде никаких новых, в смысле физики... Сейчас, сейчас, я отвечу. Во, во. Сейчас, сейчас я отвечу. У меня кроме айпада есть еще замечательная штука, которая называется Kindle. Вот. Я тут ездил... Да все пойдет на весь мир. Я, короче, ездил в Крым на Винсиашинге покататься. На пляже валялся. При этом я в Kindle взял с собой 15 книг. И вообще, наверное, где-то с июня я прочитал, я боюсь сказать, наверное, где-то от 40 до 60 книг, которые я носил в своем кармане. Мне даже шкаф для этого не понравился, не понадобился. То есть, вот, как бы, вроде и ничего, да, я мог бы их почитать, я мог бы потратить на это деньги, я мог бы поехать в магазин. Я сэкономил кучу времени, но, может быть, потратил на то, что я прочитал. Я вот все это через себя прогнал, то есть, они часть были по математике из них. То есть, как бы, вроде бы ничего, а с другой стороны, я смог столько вообще информации охватить благодаря... Да, что реально я просто ощутил, что вот этот кусок, он реально насыщен информацией. То есть, вот тот же iPad вроде и ерунда, а с другой стороны, там можно 100 учебников по физике закачать и после этого что-то сделать. То есть, это может не только человек, который раньше имел возможность сходить, допустим, в Ленинскую библиотеку, а любой школьник, не знаю, какой-нибудь глухий в Сибири. Он не сможет выделить два этапа. Идти из Архангельска. Первый этап. Первый этап. Выявление интернета. Вот в современной эпохе. Когда доступно стало огромное количество информации, но ты привязан к своему дому, к своему столу. Вот ты приходишь, все, ты там весь. И сейчас произошло что с iPad и с iPhone и все? То есть, это все унеслось в карманы. Интернет ходит по улице с тобой. И это грандиозное явление. Ну, ходит, ну, грандиозное для кого-то, да. Но вы поймите, что не получается ли так, что нашему современному миру нечем больше гордиться, кроме вот этих. А это не, нет, нет. Нечем больше. Это не вопрос гордиться, не гордиться. Это не вопрос добра и зла. Нечему больше придать значение, понимаете? Да нет, потому что ничего другого. Да дело в том, что каждый может придать значение чему, не отходя от кассы. Другое дело, что на Марс не полетели, понимаете? За пределы Солнечной системы не полетели. Вы вспомните, допустим, фантастику 60-х годов, о чем мечтали люди, да? Вот тот же Советский Союз. К чему стремились, о чем мечтали, какие задачи ставили, да? Вот. Они были очень... Для того, чтобы полететь, надо подготовиться. Если бы они... С земли не прыгнешь, не полетишь. Суть в том, что решение тех задач, сдайте мне договориться, дай мне договориться. Решение тех задач, уж 100% сделал бы нас элитой, понимаете? Или кого угодно другого.